здравствуйте вы смотрите программу работа традиционно летом но обычно просто это происходит в самом начале лета в преддверии дня защиты детей мы беседуем о детях о детстве но в этом году немножко перенесли на месяц можно сказать но тем не менее от темы этой не отказываемся и сегодня в нашей программе екатерина вячеславовна сморода уполномоченный по правам ребенка в ульяновской области член совета при президенте россии по развитию гражданского общества и правам человека екатерина вячеславовна здравствуйте здравствуйте но действительно в этом году немножко у нас перенеслась встреча традиционно уже можно сказать как ведется работа что происходит у нас с детьми в ульяновской области с детьми в ульяновской области достаточно все хорошо и об этом говорят например цифры по детскому травматизму зачем мы внимательно наблюдаем отслеживая каждое чрезвычайное происшествие которое у нас происходит с несовершеннолетними в ульяновской области цифры по травматизму у нас ниже российских также мы наблюдаем снижение показателей по количеству детей пострадавших дорожно-транспортных происшествиях но к сожалению не все так хорошо очень жаркий апрель выдался и сразу же три выпадения из окон детей было июнь месяц у нас тоже уже два ребенка выпало из окна к сожалению вот из пятерых детей двоих спасти не удалось это самое страшное спасать детей после падения с высоты это очень серьезный стресс для организма с очень серьезными последствиями потом все те же самые москитные сетки все та же безалаберность родителей которые отворачиваются только на минуточку но к сожалению ребенок даже в своем очень маленьком возрасте всегда найдет что себе подставить куда залезть как открыть и выпасть и к сожалению это приводит вот к таким трагедиям также мы потеряли несколько детей уже в связи с утоплением в водоемах вот последний случай в цельнинском районе девочки купались необорудованном месте бросали тапки в воду ну вот так получается что опять же недогляд взрослых приводит вот к таким трагическим ситуациям а так в целом на повестке все те же вопросы у детского правозащитника у нас не бывает более детских периодов или менее детских периодов потому что учебный год это в основном вопросы связанные с образовательным процессом с правом детей на воспитание в семье которые у нас принципе круглогодично а летом это вопросы связанные с итоговой аттестации есть несколько обращений с которым мы сейчас работаем мы знаем что по россии уже несколько резонансов было по поводу правил того каким образом дети проходят на огэ на егэ и что что там происходит какие нюансы возникают потому что есть определенные даже российской в целом системе перегибы какие правила безопасности они иногда просто ну извините меня у заключенных не такие строгие как у наших детей которые приходят писать экзамен в конце концов пусть лучше спишут чем будет унижение чести и достоинства ребенка но у нас есть тоже такие обращения их немного и это слава богу ульяновской области на фоне российской федерации особо не отличается ну и сейчас уже началась летняя пора много детей 54 тысячи детей у нас будет отдыхать в этом году работают детские загородные оздоровительные лагеря большая программа по школьным оздоровительным лагерям мы выезжаем смотрим с точки зрения безопасности опять же прежде всего как организован отдых да ну в этом плане здесь не дай бог конечно что-то где-то выстрелит но пока тут все тихо все тихо плюс к нам приезжают дети из новых территорий отдыхать вот буквально на прошлой неделе у нас завершилась очередная университетская смена которая проходила на базе ульяновского государственного технического университета детки из луганской народной республики которые мы очень часто посещаем с нашими гуманитарными миссиями и поэтому мы их и встречали мы с ними работали наш университет уже знакомые важно сказать уже знакомы да потому что в прошлом году мы работали с запорожскими детьми в этом году из луганской дети приезжают и также на прошлой неделе к нам приезжали почти 60 ребят подростков в сопровождении взрослых из ростовской области здесь очень творческие замечательные их родители являются защитниками отечества и мы сотрудничаем с нашим фондом защиты детей ульяновским региональным и ростовским благотворительным фондом который решил вот такой тур по российским городам с дружескими партнерскими организациями которые мы в том числе отрадно сказать относимся и детей покатали по волге на кораблике детям показали наш музей гражданской авиации это наша россия большая россия там очень неспокойно мы это знаем выезжая туда наблюдая ежедневные сводок конечно же поэтому детям нужно отвлекаться детям нужно быть на мирных территориях и смотреть чем и как живет большая россия вообще действительно такой наверное серьезный вопрос и правильный посыл что детей надо отвлекать у них у самих получается отвлекаться вот получается потому что наверное понятно дети разные у каждого там что у кого в голове не заглянешь не посмотришь но тем не менее вот действительно получается отвлечь их видно что ребенок не в каких-то мыслях да он приехал он сменил обстановку но мыслями остался где-то там или все-таки действительно раскрывается потому что дети они для всего нового как всегда открыто и впитывают все как губка и наоборот сознание как раз меняется так скажем более мирное русло что для взрослого что для ребенка дом есть дом и где бы он не находился всегда тянет именно туда но мы пытаемся создать такое для них настроение чтобы у них сохранилась вот эта вера что скоро наступит мирная жизнь и не надо оглядываться по сторонам куда прилетит укронацистская бомба ракета кассетный боеприпас что еще может произойти потому что когда мы работаем на новых территориях это конечно совершенно другая обстановка атмосфера и у людей чувство тревожности оно чрезвычайно высокое все знают какие правила поведения куда бежать какой стене вставать как нужно прижиматься где находится убежище потому что те активизировавшиеся действия со стороны украины и их западных хозяев они конечно же заставляют настороженно себя вести и взрослым и детям мне моя знакомая которая тоже недавно вернулась из новых территорий рассказывала как они проводили мероприятия с педагогами психологами родителями и детьми и прозвучал очередной сигнал и маленькая девочка девятилетняя взяла мою знакомую за руку и говорит не бойся ничего не бойся к стене сильнее прижмись все будет хорошо моя знакомая на впервые посещал новые территории для нее конечно это была такая острова очень ситуация и она просто когда мне это рассказывал она плакала потому что дети живут в совершенно других условиях наш последний визит вот почему наша встреча с вами не смогла состояться в наш с вами традиционный день защиты детей мы проводили очередную нашу акцию гуманитарную день защиты детей донбасса и новороссия и благодаря нашим партнерам это и сотрудники прокуратуры ульянской области следственного комитета у мвд уфсин служба судебных приставов очень многие предприятия фермеры просто замечательные нам удалось собрать большое количество гуманитарной помощи отвезти в бердянск мелитополь в луганск и когда мы приехали в лисичанск который буквально недавно был освобожден и там еще гремит там берут белогоровку там очень очень неспокойно и туда даже не допускают гражданское население в том числе и чиновников практически там крайне редко видят а мы приехали туда и оставили огромный груз в больнице в администрации куда обращаются жители которые свой дом не покидают мы там делаем для детей чтобы они в отсутствии коммуникации какой бы то ни было инфраструктуры практически восстановление идет очень сложно долго мы понимаем что очень красная такая зона мы делаем там большой спортивно спортивный комплекс во дворе дома чтобы в безопасном скажем так периметре это можно было делать там дети смогут играть футбол волейбол баскетбол мы там устанавливали детский спортивный игровой уличный комплекс очень много спортивного оборудования привезли средства для того чтобы дети могли правильно проводить досуг потому что есть определенные перекосы и наши военные которые там тоже скажем так помогают восстановление гражданской жизни вот обратились к нам с просьбой о помощи немножко улучшить качество жизни этих детей которые там остаются вместе своими родителями вынуждены завершать образовательный процесс там конечно другие дети с особенными глазами с особенным чувством они более взрослые они более самостоятельно ответственные и они очень нуждаются нашей помощи поэтому я хочу сказать пользуясь случаем огромное спасибо всем неравнодушным жителям нашим коллегам партнерам которые помогают нам проводить вот такие мероприятия продолжают оказывать помощь в сборе и формирование гуманитарной помощи гуманитарных грузов что нам позволяет вселять веру на тех территориях том что большая россия рядом она помогает она строит она делает жизнь семей с детьми и детей лучше уже сейчас даже несмотря на то что пока еще идут боевые действия и чтобы проживать там чтобы восстанавливать там мирную жизнь потребуется еще очень-очень много времени сил и ресурсов кто приезжает в ульяновск вот как вот эта семья которую вы привезли они в дальнейшем планируют в ульяновске оставаться или все-таки когда успокоиться возвращаться к себя здесь уже как укореняться как укореняться а с учетом того что у многих там просто не остается до никакого жилья а здесь уже все хорошо все замечательно я думаю что останутся однозначно здесь вот такая как всегда вы рассказываете вот эти пронзительные истории как выдерживать это все как ну как себя мобилизовать как найти внутренние ресурсы чтобы ну не перегореть владимир а кто кроме нас вы знаете самая большая благодарность это улыбка детей которые вот когда они приезжают к нам сюда на смену отдыхать они как вы абсолютно правильно заметили очень скованные зажатые и по прошествии недели десяти дней там двух недель которые они проводят здесь они улыбаться начинают и вот эта улыбка которую они тебе дарят в ответ это вот самый тот главный фактор который мобилизует твои ресурсы и тебе хочется еще больше 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 помогать людям вот кстати вот эти смены дети же по факту пересекаются с нашими они же в одном лагере отдыхают и вот здесь понятно что так скажем наши помогают им выдохнуть раскрыться понять что вот можно себя по-другому вести а меняются ли наши дети меняются вот то есть приезжие они же ну наверное серьезностью то вот этой делятся с нашими задачи наших ребят вот нам очень активно в этом помогают члены детского общественного совета преуполномоченным мы с ребятами очень много разных активности проводят они всегда тоже наши классные волонтеры просто и поснимать на камеру рассказать работает экскурсоводами они очень готовятся серьезно они сначала даже боятся и переживают а как так как вот вот обращаться с этими ребятами может быть мы чем-то раним или там очень осторожно аккуратно там как-то нужно взаимный вот этот обмен понимаете наши дети наши дети не до конца может быть даже где-то понимают в каких условиях сейчас находится россия и вот этот взаимный обмен когда они могут просто поговорить ребята которые приехали с тех территорий где неспокойно сейчас где идут боевые действия они волей-неволей рассказывают возвращаясь к тем обстоятельствам из которых они приехали и у наших ребят появляется вот это чувство понимаете того что действительно это же наша россия вот мы только что держались за руки они сейчас будут возвращаться домой где очень опасно и у них наступает уже осознание всей серьезности необходимости нашей гражданской мобилизации в этих условиях потому что каждый сейчас и большой и маленький должен помогать нашей россии идти к нашей победе если наши ребята в подростковом возрасте которые общаются с приезжающими оттуда детьми до конца осознают они понимают весь уровень ответственности которые на их плечи тоже ляжет скоро по достижению совершеннолетия когда придет период когда нужно отдать долг родине и пойти встать в ряды наших защитников отечества они обязательно это сделают не находясь в иллюзиях и в мифах что вот кто-то там значит разбирается за будущее нашей россии а мы тут ни при чем в домике нас не трогайте у нас своя программа своя жизнь своя траектория нет вот именно эти дети они в полной мере понимают что будущее нашей россии нашего общества каждой семьи а у нас год семьи сейчас объявлен особенно это важно несет ответственность и должен приложить все усилия чтобы россия осталась сильной великой державой вот вы говорите что подростки да вот у них появляется вот это осознание благодаря общению вот этому а вообще сейчас в такое время детей стоит но маленьких детей я не знаю там дошкольников младшие начальную школу ограждать от этого или и они должны знать детям нужно объяснять они имеют право знать правду и понимаете вот вот это вся гемифика которая происходит это не позволит детям нашим повзрослеть если мы будем как тепличные растения выращивать детям нужно объяснять что перед россией очень серьезные враги россия столкнулась с очень серьезной угрозой экзистенциальной и детям надо объяснять что означает это слово да то есть ну или мы выживаем как общество как государство или нас просто не будет потому что против нас объединился тот самый пресловутый как бы это ни звучало золотой миллиард несколько стран запада которые поставляют смертоносное оружие вспомните 23 июня удар по севастополю не просто по севастополю а по детям которые находились в море которые находились на пляже где мы потеряли несколько человек это же просто ну зверми таких людей которые отдают приказы совершают эти бомбардировки нельзя называть мы животных обидим тем самым это просто не люди в общем детям надо рассказывать обязательно объяснять и дома от этого и в школе конечно есть родители которые сами не определились и какую-то нейтральную позицию занимают но либо ты гражданин и живешь в этой стране и понимаешь что пользуясь благами и правами свободами а у нас самая свободная страна практически если сравнивать себя с теми же европейскими странами я посетила очень много стран в мире в принципе и знаю как там обстоят дела не понаслышке из прямого общения знакомиться с культурой инфраструктуры и политической системы и всем значит у тебя должна быть твоя гражданская ответственность и лишать наших детей вообще понимания всего того какова была наша история нашей великой россии и что мы имеем право тоже на великое будущее достойное будущее а мы видим как изменилась за последние годы жизнь в россии уровень качества жизни начиная даже я всегда люблю приводить этот пример от количества автомобилей в семье да и по наблюдению за парковочными местами точнее их отсутствие там где они нужны это говорит о чем люди живут достойно хорошо качественно кто принимает решение в том числе из молодежи покинуть нашу страну и переждать переехать это конечно же тоже их право но имеют ли они право называть себя настоящими гражданами российской федерации это конечно большой вопрос в общем получается в этой ситуации если родители не расскажут не объяснять ребенку ему кто-то может рассказать и объяснить все по-другому ну конечно интернет сейчас наполнен роликами различного содержания мы прекрасно видим я сама тоже наблюдаю очень аккуратно наблюдаю за тем что фабрикую цепсо вбрасывает специально чтобы и дети знакомились с этим контентом это не очень хорошо поэтому лучше рассказать в школе и дома объяснить а у детей очень много вопросов очень и они в ответ да могут задавать и неудобные вопросы в том числе а почему так происходит и как поэтому родителям надо самим качественно готовиться и понимать но для того чтобы качественно готовить и понимать надо верить прежде всего в свою россию свою страну в свою родину ну и немножко в конце предлагаю отвлечься от этой темы и вот затронуть вашу работу в совете при президенте россии по развитию гражданского общества вот вы рассказывали еще до эфира о инициативе что за инициатива давайте телезрителям расскажем чтобы тоже было понятно да действительно с нашим президентом с владимир владимирович путином мы встречались на ежегодной расширенной встречи с пч сокращенно называется этот совет чтобы длинные названия не запоминать просто спч и поскольку мне было доверено в спч возглавлять целую рабочую группу по вопросам образования образование это не просто учителя учительства школа как таковая это прежде всего наши дети а дети это наше будущее и вот именно с точки зрения защиты нашего будущего и защиты детей мы реально получили возможность непосредственно нашему главе государства доложить о том с какими проблемами сегодня сталкиваются школу учительства в каком можно сказать даже стрессе они пребывают идут реформы меняются в госы меняются федеральные образовательные программы есть вопросы и к уровню оплаты труда учителей к очень высокой нагрузке на учителей причем бюрократической мы говорили о том что на сегодняшний день статус учителя он настолько низок и не только от заработной платы но и о том что не некоторые родители я не скажу что все они очень серьезно перегибают относясь к учителям не как вот вспомните я по крайней мере помню своего детства мы очень боялись и переживали а что же скажет учитель они дай бог ты придешь домой а уже учитель позвонил твоему родителю тебе такое нагоняй будет а здесь пошли перегибы в связи с тем что в определенный момент наше образование превратилось в услугу и некоторые родители и дети которые растут в семье слушают о чем говорят родители дома тоже начали относиться к учительству это одна из самых уважаемых государственно важных профессий и социально значимых профессий начали пренебрежительно относиться и мы поняли что вот эти скандалы которые в социальных сетях они в определенный период и даже каждая школа буквально сталкивается с этим процессом когда родитель начинает качать свои права начиная дискредитировать профессионализм компетентность наших учителей педагогов дети начинают позволять себе вести и мы это с вами в интернете видели сейчас телефона запретили на уроках используется раньше они записывали извините как они тряпками кидали там ведра на голову могли учить или надеть сейчас телефоны запретили но от плохих поступков никто так сказать не не оградил ни учителя ни самих детей потому что не телефон совершал поступок все правильно вы говорите и поэтому мы посмотрели внимательно поговорили с учителями мы проводим встречи в разных регионах российской федерации с директорами образовательных организаций с учительством и они нам говорят а у нас нет реальных инструментов воспитывать в закон об образовании вроде бы слава богу по поручению президента вернули воспитательный момент появились в школах даже советники по воспитанию появились программы планы мероприятий по воспитанию и так далее и так далее но учитель говорит а как я должен воспитывать я не могу даже если ребенку нужна помощь после уроков подсказать дать дополнительный материал бесплатно заметьте не за деньги не в качестве репетитора приходит родители начинает возмущаться вы не имеете права оставлять моего ребенка вы не вы не так работаете вы не то преподаете вы не то делаете и когда мы начали с профессиональным сообществом разбираться в этих проблемах мы же понимаем что все речь идет о воспитании как таковом который происходит в семье от родителей и у нас детства которые вот так себя ведут не скажу что их много но вот эти единичные хулиганы невоспитанные потребители мы что с вами хотим жить в обществе потребителей я хочу чтобы мои мои дети наши дети достойно заботились о нас когда мы будем старостью уже вот это в гармоничном обществе конечно и поэтому сейчас на наш взгляд не просто надо формально говорить о том что воспитание в школах есть а вводить реально работающий инструмент оценки воспитанности оценки поведения потому что поведение это результаты воспитания об этом нам говорит и выгодский наш классик психологической педагогики об этом говорил нам и макаренко как бы мы к нему не относились но он совершал подвиг и достойнейших буквально великих людей воспитывал из без призорников и без надзорников оценка за воспитание которое может быть в школах это реальная возможность подтянуться в плане воспитания дисциплины и дома родителям и сами дети уже будут понимать что они не смогут сказать после того как залезли на парту чтобы сорвать урок встали на четвереньки начали гавкать на весь класс одна из последних историй которые с которыми мы работали да и театрализованное представление заканчивается тем что стоя же на четверенках на парте учителю в лицо ребенок говорил а что вы мне сделаете ну да в законе конечно в конце прошлого года зафиксировали детям нужно проводить беседы можно делать замечания можно выносить выговор то есть это останется в самом деле никто больше ничего этого не увидим я посмотрела раньше у нас даже аттестат не выдавали об окончании школы без отметки примерно то есть пять за поведение а примерно и пять могли получить за поведение только те дети обучающиеся в школах кстати в тот период они восстанавливали нашу страну в послевоенный период и делали нашу страну великой ничего в этом плохого нет если ты примерно себя то есть замечательно безупречно ведешь себя не только в стенах школы но и вовне что исключало лицемерие опять же мы когда с детьми обсуждаем тоже этот момент когда ребята мне говорят ну ведь в школе можно вести себя очень хорошо а вышел за стены школы и можно там чего-нибудь там поджечь там покурить или еще какую-нибудь пакость или гадость совершить это же будет лицемерие так вот оценку примерно можно было за поведение получить только если не только в школе но и за ее пределами и это говорит о том что мы просто хотим чтобы наше подрастающее поколение стало достойными членами нашего общества и общество будущего в котором мы уже будем достаточно взрослом возрасте а нас нужно будет кому-то заботиться вот к этой инициативе как относится а там учительское сообщество понятно поддерживает а родители и сами школьники вы знаете наше заседание специальное заседание совета по правам человека было на прошлой неделе в нем принимал участие и министр просвещения российской федерации сергей сергеевич кравцов и руководитель рособранадзора руководители комитетов не только профильных но и комитета по семьи государственной думы сенаторы руководитель национальной родительской ассоциации очень много профессионалов представляющих сферу работы с детьми все абсолютно поддержали была открыта дискуссия после нашей инициативы сергей сергеевич кстати тоже сказал что ничего плохого в этом не видит наш федеральный министр и поэтому я думаю что мы сейчас вот как раз будем дорабатывать критерии большинство родителей за но безусловно родители тоже боятся что данная оценка будет несколько субъективной со стороны учителей и поэтому нужны понятные критерии для всех для того чтобы справедливость была вот этим мы сейчас стало всем все понятно сейчас мы этим как раз и занимаемся вместе с профессионалами вместе и с медиками в том числе потому что у поведения в определенных моментах у определенных детей есть клинически обусловленные скажем так моменты поэтому это большая работа и я думаю что ну не в этом году наверное однозначно но по крайней мере мы движемся уже к реализации данной инициативе ну что ж время к сожалению подошло к концу спасибо большое за интересную беседу телезрителям напомню что сегодня у нас в гостях была уполномоченный по правам ребенка в ульяновской области член совета при президенте россии по развитию гражданского общества и правам человека екатерина вячеславовна смарада и